всем привет всем привет кто присоединяется маленький ждем присоединения пару секунд всем привет сегодня хотела эфир посвятить свадебным платьем одно из моих платьев так как я готовлю тоже коллекцию свадебную решила что не прочь рассказать побольше о свадьбе я конечно уже до этого рассказывала про платье но думаю не все видели поэтому повторим эту тему тем более и давно проходила уже всем привет привет почему большинство переходит на свадебные платья ниша свадебных платьев на самом деле больше всего кормит мастеров и не только мастеров с швейного дела но и других профессий фотографы видеографы организаторы свадеб банкеты флористы кулинария то есть и так далее все все они может быть не так любят находиться в свадебной индустрии ну то есть если делать тортики не факт что это любимое дело делать тортики на свадьбу но и с этим не поспоришь что это кормит больше всего именно ниша свадьбы и соответственно мастера швейники не исключение допустим смотрим по расходникам платья к за которое за вечерние готовы люди заплатить допустим 20 только тысяч невеста за такое же качество готова заплатить 50 то есть вот в чем разница что ценность вечернего почему-то падает и почему-то кажется что она должна стоить дешевле хотя она работает там принципе одинаково и даже если вам больше нравится вечерка вы все равно делаете свадебку потому что вы на ней точно заработать и свадеб свадебных платьях если вы мастер уже достаточно опытный хотя бы полгода уже шьете то минимум у вас будет заказов два платья в месяц это в среднем 60 тысяч и выше заработные заработок только на одних свадебных платьях если вы будете шить допустим карандаши пиджачки такой суммы может и не набежать гораздо проще найти два клиента не из невест чем 45 на юбку карандаш образно так сказать и еще что важно здесь важно специализироваться в узкой специальности даже в свадебке есть соответственно под подгруппы допустим подгруппа пошив для беременных если у вас будет пошив именно для беременных это как бы более широкая воронка для входа беременных невест беременная невеста если будет ходить по аккаунтам и зайдет допустим к мастеру который шьет все подряд или зайдет к вам а у вас только для беременных скорее всего он останется у вас вот в чем суть то есть здесь очень важно выбрать узкую специальность в свадебные платья могут быть стиля в мусульманском то есть более закрытые с рукавами то есть завышенный завышенная горловина я заметила лично по своему опыту что ко мне именно такие и приходят в большей степени которым нужно закрытые 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 шеи рукава хотя они видят вроде бы что у меня достаточно открытый верх но им нравится вышивка техника рисования а уже дополнить это дело дело 5 так сказать а кто-то наоборот узконаправленность может взять просто лаконичные платья естественно вы своего клиента зацепите я сегодня по бумажкам готовилась к эфиру мы кстати кстати планируем отшивать свадебную коллекцию как раз в закрытом стиле именно на категорию восточных девушек потому что я наверно уже тоже рассказывала что начиная от первых моих клиентов у меня армянские свадьбы были вот сейчас я за два дня взяла два индивид пошива оба на мусульманские платья ну то есть с более закрыты поэтому вас восток сейчас очень крепко заходит и нельзя это игнорировать если люди сами к тебе идут идем на встречу так называется так и что это не посмотрела вопрос пока нету по приемке заказов как принять заказ допустим у меня лично нам нельзя открытые платья но и мы это понимаем поэтому делаем закрытые тоже прием заказов он идет либо дистанционно либо в живую то есть когда клиент приходит к вам снимает мерки и так далее здесь более все понятно но с дистанционным не расскажу как я это делать дистанционно лично у меня 95 процентов платьев это пошив дистанционно то есть люди из другого города из других стран редко когда в том же городе где я допустим нахожусь и что для этого нужно вы начали работать с клиентом в первую очередь вам нужно понять фасон какой нужен невесте вы просите несколько фотографий от тех платьев которые ей нравится это может быть либо одно конкретное платье которое вас просто просят повторить и четко знает что и нужно бывает немного по-другому бывает немного по-другому человек не знает что хочет но присылает фотографии нескольких платьев и тогда тоже в принципе просто вычислить какие фрагменты именно больше ему нравится допустим он во всех фотографиях подборку делать везде есть шлейф везде есть рукав допустим или в большинстве случаев есть вы вырез таким образом вы вычленяете эту нужную вам информацию что человеку нужно дальше вы переходите на то что на ткани чтобы посчитать расход ткани вам соответственно как минимум нужно знать размер то есть вы спрашиваете какой у вас размер допустим 42 и вы поехали дальше на стандартное платье для европейских но для славянских невест там метр полтора может быть для вас точно соответственно больше потому что не любят чтобы был расшит и кружевом и низ и вся фата такое платье может по расходникам занятие 9 метров кружева 12 метров кружева они один и полтора соответственно цена возрастает возрастает не только на ткань но и на работу если вы не понимаете сколько брать за работу вот допустим вы за работу стандартного обычного платья ну как вот это здесь немного кружева здесь даже метр по моему не ушел берете за работу 20-30 тысяч допустим да то если идет много кружева вот около 10 метров и все это нужно вырезать вручную и пришить заново то отдельно за работу с одним метром берите от 2000 выше то есть за то что его вырезать и пришить и пристроить и нарисовать то есть вот таким так способом будешь stories выставлять нам это тоже интересно я да я буду все равно все остальные жене привет постараюсь до сохранить эфир это когда будете делать свадебные платья для мусульманок я не не конкретно для мусульманок что прям закрытая голова будет а именно за закрытые платья которые можно будет одеть и мусульманкам в россии а тоже стало принято делать все с рукавом более закрытое уже мало кто хочет откровенное что-то то есть если в вечерке это это позволяет свадьбы сейчас переходят на более скромный более лаконичный почему мы начинаем переходить на базу как-то это все включать мне стало это очень интересно база мы сегодня уже раскроили обреченный костюм который кстати у нас будет в базовом курсе на 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 очных мастер-классах в петербурге так я закончила ты вы попросили фотографии вернемся к работе с невестой попросили фотографии 35 платьев то есть выяснили какой фасон далее вы предлагаете кружево вам нужно знать второй этап это цвет допустим даже если это невеста то она может захотеть белая или молочная или прямо конкретно она хочет брызги шампанского то есть вот это нам нужно сразу уточнять потому что от этого может и фасон начинать плавать то есть вам нужно узнать цвет и если она хочет дополнять еще какой-то цвет к белому обычно подходит золотой и серебро сочетание белого и яркого не очень будет смотреться да это кто-то любит но с точки зрения искусства что ли художественного это не очень будет выглядеть допустим частенько я видела что белые платья там красный пояс красная вышивка и невесты это говорят что типа у нас свадьба в красном цвете букет красный пояс красный то есть ладно это оставляйте там делайте этот красный пояс но вообще риса по рису если дело касается рисования кружевом то светлый и яркий не сочетать то есть это опасное соединение светлого с ярким либо светлого с темным либо яркого с темным то есть это как бы три подгруппы светлая яркая и темно и между собой эти кружева очень опасно совмещать у меня есть совмещение вот опасное как я называю в четвертом курсе где черное платье и светлый светлая фисташка с серебром это опасное соединение но при грамотном исполнении это смотрится хорошо но новичку это сложнее сделать соответственно потому что там очень хорошо видно прорисовку если она не тончайшая там то это будет смотреть это только будет подчеркивать неумение какие-то так заказывай сами отшивайте у меня теперь есть помощницы в что касается в плане наколки я делаю сама пришиваю девочки ну то есть работу такую как пришивание кружева вырезание кружева то есть это точно на девочка сейчас мы взяли за заказ атлас юбка атлас пышная и модель рубин вот для мусульманки с закрытым рукавом соединение бордового розового и серебряной нити наташа уже да даже задекорировала сегодня я еще не проснулась она уже все задекорировала но все на все нормально все продолжаем будем пробивать кристаллами бусинами то есть будем богатую вышивку делать так я сдвинулась опять опять при невесту отошла тем что 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 делать дальше вы когда поняли какой цвет кружева человеку нужно допустим белое и золото делайте подборку белых кружев это либо с онлайн магазина ищите что что вам нравится опять же то что вам нравится допустим вариантов 10 и за золотое все что есть наличие тоже скидывайте и показывайте невесте достаточно чтобы она выбрала хотя бы одно кружево дальше вы можете подмешивать другие кружева подходящие этому кружеву самостоятельно то есть это должно быть как минимум доверие из чего выливается доверие так это чуть чуть попозже расскажу о доверии в общем выбрала невеста кружева допустим рисующее она асимметричная и с цветочным узором все смотрите если это симметрия то симметрии лучше брать еще в пару асимметрии вы можете это делать самостоятельно даже не показывать невесте потому что все эти штрихи и дополнения по цветочкам это как бы уже ваши забудет невеста не поймет что вы хотите как вы пять штук можете совместить или две или три это только вам ясно главное чтоб ей нравилось основное кружево который вот идет допустим метр этого кружева остальные вы уберете берете уже по рапорту допустим три разных кружева по одному рапорту с невесты берете соответственно за два метра то есть общее общее количество кружева а какого сколько взять этого уже сами решайте дальше вы начинаете работать соответственно только после предоплат допустим я беру предоплату 50 процентов обычно мне хватает из этой суммы и на ткань и и и и кусочек как быть задатками за работу потому что в среднем ну допустим такое платье где-то уходит 10-15 тысяч на ткань в среднем мусульманский соответственно там гораздо больше перерасход кружева потому что очень разные бывают и 6000 кружева бывает и 12 и 20 то есть может в космическую сумму выходить только ткань не учитывая вашей еще даже работа так дальше вам нужно выяснить предпочтение по материалам допустим по юбке либо человек хочет что-то воздушное но при этом не пышно соответственно этому это будет уже шифон шифон либо пышная воздушная это будет фатин либо атлас то есть если нужно более дорогое платье более утяжелено это конечно же атлас или жаккард так но размер я уже сказал что нужно узнать размер чтобы уже сделать расчеты и и и понимать какой подходит фасон допустим фигура если бы как у меня прямоугольник то здесь фасон вообще индивидуально надо подбирать чтобы чтобы зрительно или какими-то манипуляциями у сделать талию ужин то есть это жизненно важно будет утянуть талии и не факт что это должен быть корсет утянуть может и в этой технике платья спокойно но при нужной технологии соответственно так вот немного тяжелее с мусульманин нельзя высылать фотографию свою поэтому приходится на ощупь это все делать ну благо техника такая что погрешности позволяет три-четыре сантиметра поэтому проще а вообще невесту просите выслать фотографию даже можно без лица но чтобы видно было тело со соотношение груди попы то есть в какую сторону попа она может быть сзади округлая может наоборот на бедра расходиться это жизненно необходимо эту попу увидеть прежде чем шить допустим атласную юбку еще и рыбку это жизненно необходимо так сейчас про про доверие доверие клиента в чем она складывается допустим вы никогда не шили или мало шили у вас очень мало фотографий доверие лояльность клиента к вам можно сказать нулевая как это можно исправить согласитесь не очень не очень приятно принимать заказ когда к тебе приходит невеста и смотрит на тебя из высоко как-то с высока как-то как на прислугу я не знаю но вот такое какое-то недоверие неуважение это неприемлемо так как такое в таком состоянии вы долго работать не сможете даже если вы любите свое дело в конце концов и плюнете не захотите этого делать а как исправить ситуацию соответственно это нужен нужно портфолио нужны работы нужно показать кто ты есть то есть нужно доказать показать свои возможности чтобы настолько вы выложиться чтобы человек приходил и и чуть ли не с открытым ртом хотел только тебя и больше никого то есть цель цель мастера именно такая дойти до такого уровня чтобы тебя занимали чуть ли не за год вперед и и и ломились к тебе как этого достичь если вы вообще ничего не шили соответственно нужно начать шить не ждать заказа вы допустим вы шьете юбки пиджаки но хоть но хотите шить свадебные платья соответственно не нужно ждать счастливый момент когда вам предложат это этот заказ нужно брать и шить шить может быть по минимальным расходам если вы не можете себе позволить потратить допустим 15 тысяч на платье потратьте 5 можно ужаться и в 5 если 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 сильно захотеть сделать лиф в виде топа и тому подобное где идет кружева допустим один рапорт и все остальное более дешевый даже тот же самый атлас который стоит 375 рублей взять допустим но показать что вы умеете так как человек клиент должен видеть что вы умеете а как вы покажете даже если вы шьете на клиента и показываете все равно это компот все равно человеку непонятно что где 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 в этой модели вы приложили вы руку его создание или вы просто исполнили этот заказ это разные вещи очень редко попадаются клиенты с высоким таким каким-то вкусом который может сделать такой запрос вы высококачественный обычно более стандартные все просят и тяжело вырваться и за из этой из этой удавки тяжело из бытовухи вырваться чтобы вырваться с нужно показать что ты можешь показать свою индивидуальность пусть это даже будет не совсем стандартно но вырваться из сетей и показать обычно страхи встречаются на пути когда ты шьешь платье куда его день так вот нужно создавать скорее всего коллекцию без без коллекция это уже будет виден ваш почерк минимум хотя бы 5 платьев вы можете сможете показать почерк свой ой что-то зато рату релажно аж охрипло уже впереди 10 минут так почитаю на мой взгляд отойду от своей от своей вот этой все темы почитаю пока отвечаем на мой взгляд все ваши платья с декольте просвечивают тоже мусульманка нет конечно мои платья просвечивают явно не для мусульманка нет ну что то что я делаю это я пока я как раз показываю то что я могу то что мне нравится то что мне нравится не то что кому-то нравится дополнить всегда можно все равно приходят и это все цепляет даже бывает платье из наличия я продаю но им им хочется закрыть допустим прозрачность я просто закидала закидала все ненужное протянула его дополнила и и отдаю очень часто у меня так было все свои платья просто дорабатывал до человека все закрытости эти убирала вот и все а я думаю невеста и не должна быть в открытом платье я тоже занимаюсь водяными платьями бывает когда невеста в платье идет и когда идет она платье платье то есть невесту в нем не замечаешь какое время уходит на выполнение одного заказа неделя 10 дней где-то так можно ли ковровой ковровой иглой шить как ленивильской иглой и не знаю что такое ковровая игла если честно когда примерно будет в москве в москве будет в январе я расставила все графики хотели в декабре выделить на москву вообще там места нет если бы в москву поставила тогда получается я дома бы вообще не была и детей своих месяцами бы не видела то есть я так не могу мк на москву поставили на январь график тоже прям на днях появится сегодня выложила октябрь ноябрь и декабрь вы сами шьете или портные все четыре с половиной года я шила сама но сейчас у меня появились появились девочки которые помогают мне заказы выполнять и мы возобновили индивидуальный пошив на некоторое время я отказалась от индивидуального пошива в пользу съемки курсов видимо я за четыре с половиной года устала от индивид пошива мне как как раз хотелось дать свободы своим мыслям своим фото в своей фантазии вот прошло сколько полгода я отдохнула все теперь я готова принимать тем более у меня появились люди которые будут выполнять помогать выполнять эту работу ателье наше открыто ателье у нас откроется официально с 1 октября на лиговском проспекте 152 а также там откроется и прокат и и класс для очных очного обучения добрый день как оплачивают клиенты из других стран за платье спасибо клиенты оплачиваются скорее всего но не скорее всего а в большинстве случаев на paypal western union сказать но больше всего на paypal и принимаем их долларах и в евро сейчас как раз сайтом занимаемся будет расчетный счет тоже и paypal и спиртбанк так я только что купила белые платья вас поздравляю очень хорошее приобретение и корсет есть и силуэтное платье и рукав то есть полный полный набор и даже детское платье офигеть я буду шить такую красоту да вот примерно с атласным юбкам карманы будут к атласным юбкам нет карманы нет если это свадебные карманы нет а в пиджаках и базовом гардеробе ну там будет не атлас карманы будут опять же первым этапом будет идти очное сначала обучение а потом будет съемка курсов уже скорее всего в январе евгения здравствуйте вы используйте свой лейбл да я использую свой лейбл или лейбл школы в зависимости от того что конкретно мне нужно преподнести допустим в каннах я использовал лейбл евгения саталкина а в париже я буду использовать лейбл в школа кутюр так как поедут ученики школы и будут показывать именно свои платья то есть я везу школу поэтому школу буду на показе на 15 ноября будет будет коллекция свадебной и она будет под названием уже свадебного салона белоснежка то есть не школа не им не мои не мое имя а именно салона именно нашего ателье кстати кстати про показ показ остались места на свадебное и кутюрные дизайн и притапорте еще по номинации так что пишите в директ еще можете успеть отшить коллекции или может быть у вас уже готовы так пробегусь ссоре прям с несколько секунд вспомнила на чем закончила если вы новичок прям совсем новичок собрались переходить на свадебные платья как себя преподнести ведь клиент идет когда уже видит работы соответственно тяжело поймать невесту на юбке с пиджаками я сама так делала то есть я шила платье не было были платья 1 розовые белые допустим но они подходили как под свадебные так под вечерние я делала съемки в команде в команде с фотографом с визажистом с флористом то есть создавали некую картинку настоящей свадьбы то есть там был жених девочка то есть искали красивую пару и создавали фотографии свадебной фотосессии это нужно каждому из команды как фотографу как флористу как визажисту для обновления портфолио это может быть либо просто это новичок и ему нужно показать что он умеет и такие люди друг друга находят я уже рассказывала вконтакте то есть типи модели твп фотографы и визажист то есть все друг друга можно найти там либо если говорить про эру инстаграм просто пишите фотографом своей в своем городе и предлагаете напишите пятерым десятерым хоть один все равно с вами пойдет на контакт у каждого фотографа соответственно есть свои визажисты то есть как как-то вы друг друга найдете если найдете одного он зацепит вам все и все остальную команду то скажет где есть у него флорист знакомый который предоставит букет и тому подобное такие картинки работают уже как будто вы отшили невесте это фотографии невесты соответственно одно причем я делала из одного платья три фотосессии разные как будто это все разные разные невесты разные платья и и так начали накатывать уже клиент соответственно на эти картинки красивые картинки платья когда все все хорошо клиент вот он на ладони и бери обрабатывай называется потому что тяжело клиент клиент может и хочет но и но он хочет видеть то что вы умеете без этого никак создание когда еще страх куда деть будет куда деть эти платья их можно продать сезон вот допустим сейчас сезон заканчивается не в плане что прекратили мы шить платья свадебные в плане что аврал прошел когда просто зашиваешься и какие тут какие тут марафоны нам ничего не надо мы тут шьем дети эти телеса а сейчас немножко получше это время как раз обучение пошива коллекции то есть вы можете уже сейчас отшивать коллекции показывать их на конкурсах или показах или просто вас позвали бесплатно на какую-то презентацию ресторана вы показали раз эти платьевка в проходке в показе потом отсняли это фотостудии то есть сделали некий такой каталог и к сезону который начинается в январе уже невесты начинают сыпаться в январе вы либо благополучно продаете эти платья по чуть занишенной цене так как они были в показе так как это уже отработанный вами материал вы уже сняли все что нужно с этой модели и также как образец того что вы уже умеете то есть это очень выгодно пять десять платьев вышли за осень за зиму и в январе выставляете это в свой каталог свое портфолио и благополучно на весь сезон набираете себе клиенток причем в чем еще прелесть в том что клиентки выбирает что-то похожее в на вашу модель только немножко ее меняют но проще то чем что вы уже это делали и соответственно вам проще повторить это соответственно быстрее получится сшить и тому подобным далее про показы хотел рассказать я участвовала я тут посчитала за четыре с половиной года в 13 показов из них два были только платные 140 взносом и 2 прям платный платный имиджевый показ дорогой хочу рассказать про опыт всех этих показов что я из этого как бы взяла показы у меня были в пятнадцатом году в питере потом в воронеже в новосибирске три показа не 4 показа в новосибирске один в рубцовске в моем родном городе потом я вернулась в питер еще в питере показ в москве не состоялся будет сейчас в париже был в каннах в мае по моему и предыдущий будет в париже и и в питере это уже который организовывая лично я так что я могу вспомнить из того что у меня есть я вы видели наверно да есть я бы было бы чем хвалиться я бы хвалилась на самом деле у меня фотографии я выкладывала только с каннского показа ну это это по нему понятно почему потому что он платный соответственно люди вкладываются во все во все вашу картинку вы платите за эту картинку чем плохо бесплатные показы потому что бесплатные площадки бесплатные фотографы то есть не что что то то что не тоже немаловажно если фотограф начинающий пришел бесплатно во первых у него нет никакой ответственности то что типа гуляй вася я не мне не заплатили за вниз ни копейки я никому ничего не должен и ты ему ничего предъявить не можешь несколько раз я на такое напарывалась и в премиях и в показах когда нет фотографий вот в конкурсе в котором я последний раз весной участвовал причем был оргвизнос еще 7000 там не было ни одной фотографии вообще ни одного полуфиналиста как будто это все скрыли как-то под этим под куполом то есть фотографии не было за что я проплатила получится за то что минуту пробежали люди как бы все предыдущие тоже показы их стыдно выложить я даже на тот на который сейчас и не попала я посмотрела что там в итоге было и я бы такие тоже фотки скорее всего бы не выставил потому что ну престижа он такой не такая фотография не даст будут люди наоборот думать что вода на каким-то по дешевым показом ходит ну то есть вот эффекты будет от таких фотографий вот такой когда сидит людей в один ряд или в два не не народу не не кроме белой дорожки в принципе то ничего нет то есть это а это опасно не было смотреть сколько показов я ничего этого не показа потому что но это не дотягивает уже не то что до моего уровня не до какого уровня принципе не дотягивать были рестораны были в один к презентации да они бесплатные тоже там зазывают все друг друга рекламировать вот в новосибирске я по таким ходила рестораны отели то есть вот это презентация отелей скорее всего это было ну фотографии так себе про модели лана девчонок красивых везде хватает а вот то что касается картинки и фотографии фотографа в смысле это это все печально либо засвеченные а вот я ходила на премию последний раз мелаграна шила себе платья бедолага убивала ночи чтобы вошить а в итоге не получил ни одной фотографии после этого я платье перешел на 42 и больше его одеть не могу вот это черное с рукавами фотографии нет было пять фотографов фотографии нет меня есть одна фотография с гранатом там все это я и выпросила у фотографа они даже не выставили у себя в альбоме дали ссылку фотографа типа или типа там еще фотограф не прислал 15 фотографий моих было а они сказали их нету да они были там какие-то некачественные но в итоге я там выцепила одну хотя бы по пояс а в длин во весь рост фотографии не было хотя точно знаю что меня фотографии три человека на каждом баннере и с гранатом из и с чем только не фотографируют фотографии нет какой спрос я говорю почему нет мне ничего не заплатили мне вообще обещали меня еще отметить а в итоге даже не отметили то есть фотограф тоже обижен организатор обижена на него потому что некачественные фотографии поливают их суть в чем нельзя бесплатно звать фотограф тем более если премии без не бесплатная даже то есть люди экономят на всем подряд разошлась так сейчас пробегусь и кстати даже в каннах фотографии были тоже не 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 очень видимо это было двух фотографов то есть один от фотографировал нормально а второй там моё черное платье было зеленое то есть был какой-то пересвет вытянута было черные градиент черного был вытянут в белый и поэтому зелень полезла видео тоже не особого качества но но все равно более-менее приемлем с остальных показов из бесплатных вообще ничего нечего показать потому что жесть полная так почитаю вы начали шить из ткани которые сыпется до начала не но на самом деле это не я шью мне девочки это будет но вот базу вас будут шить девочки я касаться и и скорее всего не буду так чисто для курсов может быть смысле для съемки курсов но не шить я не буду у нас будет и ателье и еще онлайн-магазин может быть даже офлайн мы сейчас разрабатываем капсулу будут брючный костюм юбочные костюмы блузы все такое в классическом стиле в деловом посмотрим что получится и когда костюм отошьется соответственно я от фотографирую вам покажу и на эти костюмы и будет очное обучение в питере так сколько времени у вас занимает один заказ я уже отвечала от недели 10 дней если сложное платье то может быть месяц полтора в зависимости опять же от загруженности здравствуйте так можно ли ковровой иглой шить как ленивильской я не знаю ковровая что такое за игла почему повторяется не поняла евгения будет ли будете ли вы проводить второй показ следующем году да да почему я и в бухе ваясь денежном плане в себе в минус для того чтобы делать каждый год показ потому что первый год приходится доказать что ты на самом деле делаешь хорошо потому что люди горьким опытом наученный не верят никому я в том числе я то что я сказала про показы про фотографии и локацию я не договорила про саму организацию я попадала на такой показ и в 17 был я тогда в воронеже желание перлась питер с коллекцией выяснилось что мероприятия проходит неизвестно где в каком сарае ну то есть обещали дворец а привели в халупу на каком-то чердаке с какими-то шариками деревянными балками то есть это 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 разговор очевидцев которые в первый день попали а я была во втором или в третьем дне и только приехала в питер ждала что утром я поеду на на этот на показ и тут возня начинается что 50 дизайнеров начали подавать в суд просить возврат денег не 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 знаю что у них там получилось либо они не рассчитали свои средства потому что организационный взнос на самом деле был небольшой и соответственно они попали на то что они наткнулись но видимо денег просто не хватило может быть так но факт том что все кто был там они написали заявление в полицию дальше какие показы еще курьезные бы были то есть я так то я понимаю почему люди боятся один раз я на показ поехала казалось вообще на асфальте показ просто на на улице на асфальте бывает такое да в общем конкурс будет ежегодный и сейчас мы именно как бы показываем свой уровень чтобы проще было следующем году все это делать но мы это делаем на совесть потому что больше больше процентов 60 это будет выходить с нашего кармана то есть нам конкурс не окупается мы его делаем практически за свой счет так добрый вечер потому что ресторан дорогой ведущий дорогой все дорогое у нас фуршет только на 200 тысяч то есть фуршет будет отдельно для дизайнеров и отдельно для гостей на 200 тысяч только фуршет добрый вечер все хорошо эфир великолепно спасибо большое вы научите кроить да у меня есть закройщик который как раз а будет преподавать в базовом гардеробе два точнее даже закройщика теперь мне какой размер отшивать для коллекции 40 42 44 самый стандартный 42 кстати в в номинации притапорте можно участвовать с базовым гардеробом я сейчас сама разрабатываю базу и понимаю насколько это кстати сложно может быть это не так затратно не так долго но сложно скомпоновать вещи которые нельзя отходить от правил так сказать ты же не налепишь на пиджак который человек носит офис непонятно какой шляпы поэтому ты как бы находишься в неких рамках и в которых нужно тебе и как бы выделиться и лаконично все сделать изюминку и не переборщить так чтобы приходить тоже на на номинацию притапорте так пришивайте лейбл свой да мы заказали лейбл то есть полностью так мы переходим на ателье и магазин все это мы подготавливаем лейбл ес будет не 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 прямо написано евгения саталкина а ес лейбл когда мк в литве в литве с 1 по 10 ноября сушки местом нет они уже давно забронированы кто-то там один по моему там сомневался но уже бронь внес но что-то сомневался максимум если появится место в литве я напишу что что освободилось одно место мы будем в лофте двухэтажный уже подобрали очень классный красивый вообще жду прямо этот мастер-класс так москве какие платье будут платят сколько дней пошив и стоимость примерно по стоимость смотрите в шапке профиля каталог школы кутюру там будут есть точнее расписание всех мк кроме января потому что московский он будет в январе то есть прям вот сегодня завтра я январь распишу и выложу спасибо за сердечки это про им как где территориальная москва москве будет только в январе все основные мастер-классы проходят в санкт-петербурге и с октября будут будут проходить на лиговском проспекте 152 также есть в ноябре с 1 по 10 в литве и с 1 по 10 декабря в германии аусбург в это время когда я буду за границей за границей до в это время здесь в питере в школе тоже будут эти уроки будут идти у мастер-классы по линию вирской вышивки базовый гардероб а у нас даже еще добавился еще один мастер который будет преподавать по трикотажу худи господи свитшоты то есть набор полный также еще есть детская группа по детскому платье уже рассказывала что можно отправлять своих дочек которые постарше вот от 10 лет и выше за четыре занятия мы сошьем с вами платье детское занятия в детских группах проходит по выходным два дня суббота-воскресенье через неделю еще суббота-воскресенье скорее всего это больше подходит для питера то есть для жителей питера именно по детскому платью все остальные курсы можете приезжать с других стран с других городов то есть если какая-то проблема с расселением мы тоже если вам нужна помощь мы вам поможем подобрать квартиру рядом то есть кто боится именно что не знает где снять квартиру и как это сделать мы поможем также в группе кто собирается в группе девочки могут компоноваться и снимать одну квартиру допустим на троих и соответственно это будет в три раза дешевле в чат добавляемся кто кстати прослушал эту информацию до этого чат добавляемся конкретного потока допустим сейчас будет седьмой поток чтобы кто-то с кем-то заселился вместе где выставлять коллекцию коллекцию выставлять в instagram и так минимум потому что instagram это самая мощная площадка по продажам соответственно вам нужно снять это на модели возможно на манекене снимать детали процесса то есть видео контент тоже нужно вести очень хорошо бы поиметь фотографии с показа потому что я сама по себе помню когда в показах еще не участвовала и вот заходила на такие аккаунты где есть фотографии с показов у меня сразу мастер в глазах как бы поднимался мне казалось ока он очень крутой то есть что тип и то же самое думают и клиенты и некоторым клиентам допустим они видят вроде что вы шьете хорошо он узнает что вы там начинающим им им стыдно называть кто вы то есть они немного скрыт не лукавит и скрывает у кого они шили а когда вы уже знаменитый в участвуете в показах происходит ровно наоборот они вами гордятся они вас уже указывают и тому подобное со мной так тоже было так кто шарахался теперь гордятся это касается и знакомых и родственников и тому подобное так почитаю будет ли им к в украине пока не намечалось но пишите в директ если вы хотите стать организатором в принципе ищем организаторов в любом городе либо стране так можно узнать ваше полное имя евгения саталкина сколько стоят ваши курсы они очные или заочные в москве в москве будет точный курс в январе по стоимости вы можете посмотреть в шапке профиля каталог школа кутеб там все цены есть и полюнивильской вышивки по базовому и по худи корсетный корсетный еще курс будет только в октябре следующий корсетный курс будет только в январе так что кто хотел попасть именно на курс записывайтесь на октябрь корсет предоставляется как вручной техники полностью сборка вручную так и на машинке а в париж когда в париж мы выезжаем ночью 25 сентября 26 утром планировали но если все успеют добраться до питера кто едет с нами на на микроавтобусе то 25 ночи мы выезжаем двое суток едем пересекая пять стран или сколько не помню эстонию какие-то страны пересекали в общем германию будем останавливаться фотографироваться общаться по дороге я думаю даже успеем все сдружиться хотя половину уже знаю потому что половина едут очники с разных поток у меня и и кто со мной работает сейчас в команде это все девочки кстати со всех потоков но оля понятно она самая первая вообще появилась а есть у девочки со второго потока с третьего с пятого то есть мы собираемся потихоньку потому что каждый силен в своей сфере каждый с по-своему ценен и вот так проявляется во время очных мастер-классов лучшие стороны девочек и я их присматриваю и как бы мы вместе снюхиваемся грубо так скабра повторите пожалуйста что у вас планируется в париже нас париже планируется показ от показ учеников школы кутюр девочки шьют по одному платью будут представлять это в париже если вы хотите если вы там проживаете или где-то рядом и хотите поприсутствовать билеты можно купить заранее на сайте то есть типа присутствовать на мероприятии да пожалуйста про париж интересно видимо тот кто но эта информация была вскользь потому что когда я озвучила что набор группы 10 человек идет все девочки набрали за одни сутки поэтому и и очень много было отказов потому что все уже 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 был потолок даже набрали немножко лишнего потому что знали что по каким-то либо причинам кто-то отвалится и так на самом деле произошло поэтому скорее всего как 10 планировалось так 10 и поедут девочек а кстати одно место еще влезет кто захочет потому что человека 4 по моему отвалилась кто муж в аварию попалал кто переговоры где-то очень серьезно на это время назначено то есть по разным причинам так что уже не на горячую конечно вдруг захочет приходите одно место в париж есть у кого платье есть может кто-то по онлайн курсом давно шел остался меньше месяца так так сердечки лайки так есть возможность ездить на показы со своими фотографами да мы едем со своим фотографом я почему и говорю мне надоело уже вот этот бардак когда ты рядишься когда ты тратишь 30 тысяч на платье на макияж на прическу платишь за само мероприятие и в итоге ты остаешься ни с чем мы идем на эти мероприятия не ради того чтобы потусоваться ради того чтобы остались фотографии фотографии причем хорошем красивом месте и и когда хоть одно звено слабое допустим фотограф все все сыпется все твои все твои усилия старания и материальные затраты летят к чертям поэтому мы едем со своим фотографом и видеографом то есть мы там будем не только фотографировать но и и видеосъемку вести то же самое на показе у нас будет видеосъемка всего мероприятия с интервью у нас кто не слышал ведущий алексей годин олимпийский чемпион по фигурному китай на самом деле раскрою секрет почему не годин когда я ехала в финляндии с финляндии это по сути была моя первая заграница я многие знают что бизнес нужно вести через эмоции через мурашки через когда цепляет и чуть ли не слезы наворачиваются и у каждого это своя тема допустим кто-то тащится от того что после заработка может себе позволить купить машину он от этого тащится даже мне сейчас мурашки пошли разные всех причины у меня это идет через прям у меня прям прям гусиная кожа через родителей через помощь родителям ну то есть я поняла что я кайфуют когда что-то дарю когда что-то даю дарю отдаю и нет не только родителям вообще всем но родителям особенно и мне захотелось исполнить мечту маму с десяти лет я постоянно слышала что про фигурное катание и гуде на самом деле кумир моей мамы все 20 лет она его просто боготворит как бога и мы все знаем про него все и что у него железное бедро штырь из какие у него под были победы и как он добился победы через боль через травмы ну то есть мы про него знаем все и представьте если бы ваша мама вы могли осуществить мечту своей мамы и исполнить ее мечту и будем как звезда стоит 350 тысяч могли просто обычного там аду нанять но это это было сделано для мама потому что мама будет присутствовать на показе это для неё в общем поэтому это с моего кармана все идет так а и в бизнесе надо действовать через эмоции то что тебя цепляет и поэтому я это зацепила в этот проект это меня усиливает помогает выстроить все на высшем уровне так как появился ягудин его нельзя было в шарашкину конторы вести у нас самый дорогой ресторан все по высшему уровню все теперь дотягиваем до до него сми соответственно и сми идет на звезд очень хорошо да если бы мы я думала больше проектом я бы взяла кого-то из 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 модной индустрии рогова того же самого но выбор пал на него поэтому так и и бизнес идет на наверх когда ты идешь через эмоции вот когда разыгрываю курсы допустим что-то кому-то дарю я тащусь от это вот когда подарки делаю родственникам я раньше больше 500 тысяч рублей не могла потратить на подарок в этом году я могла себе позволить купить телевизор бабушки отцу телефон не дешевый меня это вдохновляет и это заставить не заставляет а помогает помогает движется выше вперед что-то делать для этого потому что здесь эмоциональная под закрепка идет то есть вы должны понять ради чего вы это делать если вас это не вдохновляет то смысла не будет надо что-то такое накопать через что вы сможете черпать энергию так на самом деле мои родители фотографы и видеографы мы когда-то начинали вместе я была фотографом отец был видеографом когда я вышла замуж моим видеографом стал муж потому что мы познакомились на свадьбе и он был видеографом и я фотографом и в какой-то момент мама стала тоже фотографом смысле она на самом деле была фотографом когда я была маленькой просто потом она стала музыкальным руководителем но фотографию любовь к фотографии я с при не перенялась детства я скорее всего от нее и соответственно она стала монтировать все свадьбы то есть и монтировать научила она меня то есть то что я сейчас монтирую уроки это заслуга моей мамы то есть это она меня этому обучила со своим естественно музыкальным образованием ей удается это делать на высшем уровне поэтому кому как ним я могу доверять так очень рада за ваше продвижение успехов спасибо большое где будет конкурс конкурс будет санкт-петербурге на улице садовая ресторан метрополь очень старинный ресторан в питере полностью стоимость обучения можете прочитать в шапке профиля каталог школа кутюр там вся стоимость по всем очным обучением есть где покупайте гипер поделитесь пожалуйста гипер я не покупаю гипер это дешевая синтетический такой слишком материал который дает зацепки ось сколько я не успела прочитать у меня осталось 10 секунд я наверное перезаходить не буду потому что я практически закончила всю тему так что спасибо большое за то что были со мной я не путину потому что я хрип на самом деле а все что вы мне написали я сейчас прочитаю когда буду пересмотреть эфир большое спасибо